МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ Я не думаю, ведь когда речь идет о так называемом глобальном налоговом регулировании, Евросоюз и США – это игроки одной категории. И мы подходим к ним с едиными требованиями. Принято говорить, что большинство компаний должны платить налоги. Так вот, я скажу иначе. Все без исключения компании должны это делать. Некоторые государства-члены ЕС, например, Ирландия, Нидерланды и Люксембург, обеспечивали бизнес-ульготы, чтобы стимулировать поток инвестиций в Европу. А сейчас вы говорите им, стоп, почему именно сейчас? Я уверена, что у этих стран достаточно рычагов привлечения к себе инвесторов. В Ирландии, к примеру, корпоративный налог очень низкий – 12,5% против 20-22% в других странах. И заметьте, это совершенно легально. Каждый вправе сам назначать размер корпоративного налога. Но он должен быть единым для всех. А если вдруг страна начинает обеспечивать какие-то особые правила для отдельных компаний, обеспечивать ей налоговые преимущества, то дело принимает иной оборот. То есть становится нелегальным? Да. Мы считаем, что компания Apple платила налоги с опорой на незаконную госпомощь. Но говорят, в частности, это говорит гендиректор Apple, что ваше действие – политический план. Похоже, Еврокомиссия действительно начинает активно открывать дела. Все наши решения можно обжаловать в европейских судах. Суды не будут смотреть политика, там эмоции или личные предпочтения. Суду нужны факты по каждому делу. Они рассматривают конкретные истории через призму закона и хотят услышать от нас нашу версию того, что случилось. Вот почему по каждому делу мы соблюдаем очень строгую процедуру. Мы же знаем, что на нас могут подать в суд, с нами будут решительно спорить. Тут нет места политики. Правда ли, что Еврокомиссия воплощает в жизнь план по уничтожению налогового рая в Евросоюзе? Наша цель заключается в том, чтобы доходы облагались налогами там, где они генерируются. То есть в стране, где компании отвечают на спрос, продают товар определенного качества по определенной цене, предоставляют услуги. Если доходы уводятся из страны с высокими налогами в страну с налогами низкими или вообще в безналоговые зоны, то как конкурировать компаниям? И как гражданам тогда полагаться на честность рыночной системы? Ваши следующие шаги? У нас впереди два дела. Одно касается фастфуда Макдональдс, другое — группы Амазон. Разумеется, мы должны тщательно проработать оба досье, как, впрочем, и любые другие, и проверить, есть ли у нас факты для возбуждения дела. Это еще предстоит уточнить. Считаете ли вы, что страны, заключавшие соглашение о льготах с компаниями, несут свою долю политической ответственности? Я не мыслю категориями стыд, вина. Мы пытаемся установить одинаковые правила игры для всех и добрать неуплаченные налоги, но не так, чтобы рвать деньги из рук. Такой подход не для нас. По-моему, самое главное, чтобы в будущем ситуация изменилась, чтобы стало меньше случаев выборочных привилегий, чтобы бизнес ориентировался на единые стандарты, чтобы компании конкурировали справедливым способом. А теперь поговорим о Европе. Какой вы видите ее после Брексита? Думаю, сегодня очень важно понять, чего хотят 27 государств. Потому что на фоне референдума мы все говорили лишь о Великобритании, но не менее важно и о других, о нас самих поговорить. 27 стран оказались в новой для себя ситуации. Как повернуть ее в свою пользу? Мы знаем, что многие европейцы чувствуют себя напряженно. Они обеспокоены сохранением рабочих мест, беспокоятся о будущем детей. Найдут ли их дети работу? Какую? Скажем, дети учатся, прикладывают усилия, но будет ли у них работа – вопрос. Это очень жизненная проблема. Она касается всех, и обсуждать ее надо сообща. На ваш взгляд, сегодня ЕС един? Нынешние кризисы и самые острые из них – миграционные – вызвали раздор среди стран-членов. Нам пора забыть о том, каким был Евросоюз в прошлом. Нет, почему? Думаю, нам стоит продолжать строительство нашего европейского дома и дальше. Возможно, чуть изменить декорации, где-то что-то добавить, возможно, запереть пару комнат, но в целом, уверенно, наш дом очень красив. Главная особенность Европы – в сочетании двух аспектов. С одной стороны, мы – страны с очень выраженной самобытностью. Идет ли речь о культуре, языке, политике. С другой стороны, у нас много общего. Мы – европейцы, у нас за плечами общая история, общие планы на будущее, и они очень конкретны. Люди должны жить там, где их права соблюдаются, и где они могут воплощать в жизнь свои мечты, а их дети – процветать. Именно этих общих задач нам нужно и впредь придерживаться. В этом наша европейскость. Ни США, ни страны Азии или Африки так не функционируют. Это именно европейская черта. Наши различия – это тоже составляющая единого целого. И личный вопрос. Вы приехали в Брюссель из Дании. Там вы были известным политиком. Как изменилась ваша жизнь? Конечно, моя жизнь поменялась. У меня было время познакомиться с Брюсселем. Это красивое, приятное для жизни место. Здесь очень зелено. При этом я, например, боюсь в Брюсселе ездить на велосипеде. И мне не хватает родных датских водоемов. Но все же здесь очень здорово жить. Комиссионер, спасибо большое за being with us. Это было приятное. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!